Суббота, друзья мои, мы идем на выставку. Народу в кассы капец, коковый, просто трындец. Я бы сказал, трындищи. Сколько с нас рыбаков-то в России? Капец. Сколько в очереди уже стоите? Да нет, она быстрая идет. Ну, 20. Где вообще конец очереди? В шестом фото мы сейчас как раз напротив. Ёкарь, ну баба. Ёкарь, ну баба. Прощай, молодость. Этотка. Ёкарь, ну баба. Уважаемый тюбик Уважаемый тюбик Уважаемый тюбик Вот так вот. Так? Если товарищ, который уже в шоссе приехал, тогда уже поцинали, да. Сделайте атом с ума сайта. Так, давай сейчас с Игорем скажем, я позвоню и скажу мне, скажу, что правильно. У вас есть сайт? Если не с вас возможно, оставьте визит, профессионал выбирает новичка, любителя. У вас, давайте рассылку. И червячей. Большие червячки. Червячья поменьше. Ну, это самое то, что надо. Продолжение следует... 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 Серёж, что присмотрел? Такую палочку присмотрел. Хочется очень твоё экспертное мнение, но вид такое тоже хорошенькое. То есть у него по 225 грамм. Ну да, наша тема. Мне тоже показалось. А цени прям какой? Цени в районе 7-7,5 тысяч. Как-то у нас с этой выставкой задалось, что цени где-то будет. Да, наша тема. Цинь-цинь. Нормально. Надо участник. Звучка очень удобная. Очень даже длинная, я бы сказал. Забросы, конечно, вообще шикарные. Звучка, да? Шикарные. Звучка. 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 Локоть прям лежит полностью нагалён на буарке. То есть упираться очень удобно. Да, дизайн вообще классный. Звучка. Я вообще не знаю. Звучка. 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 В деталях. В деталях. В деталях паралитры. Как это называется? Эдишн. Биг байт такой 12. Биг байт Ти. 241 длина. Тест 140. Пупы. 140-225. 225. Пуджик, кстати, тоже. С колечками я не вижу, но не важно, сделано стильно хорошо. Лак тоже залачен, нормально. У меня вот на ощупь вот эта вот матовость, шершавость не нравится? Мне нравится. Шершавость, да, да. Тебе нравится? Мне нравится. Шершавенько, туденько. Хороший молодец. Илюш, а вот эту не хочешь посмотреть? Она покороче, она не 2,40, она 2,10, наверное. Палочка инлайн, но с курком. В первый раз такую вижу. Компания Balser тоже, моделька. Бот-лайнер 35T, 71 градус северной широты. Где тест? Карбон М12. Нет теста? Вот. Артикул. 200-700. 200-700. Как это? Да, 500. 2,10, да? Нет, 2,80. Это, наверное, 1,80. Оценник нужно укочнять. Здесь есть женщина. А её сейчас я не вижу. С кем можно пообщаться по поводу палочек? Ни-ко-го. А, 4 часа? 3 часа. Ну, типа трофе, да? Снимаешь, да? Да, конечно. Возьми. Не потребовала, да? Ручка. Ага. Чуть больше, я думаю, полу-метр у неё транспортная. Сейчас четверку вообще не нравится. Нет, нет, я имею в виду, это уже... Нормально, нормально. Отлично. Вот бюджетный вариант 4 тысяч. Я говорю, что мы мульты используем. Такой троник жалко. Я сейчас вам объясню и сразу поймете. Вперед! Катушка нормальная. То есть, она как бы... Это, наверное, как в свое время запутанная модель. Ну, короче, как говорится, народный автомобиль. Нормальный, просто... Вот, просто смотрите, допустим, когда вот так... Ну, к примеру, троллингом будете вести. В верхнем положении у вас будет находиться штук. При поклевке присединиться, вот я сейчас пальцем... То есть, штук немножко, видите, задевается. Видите? Где-то ничего хорошего не придет. Поэтому, даже если вы раз... В верхнем положении... Вот сейчас в верхнем положении. Видите? Это, да, безвенционная катушка. Когда вы не спустите, хотя бы опускаете, тогда у вас она подольше расходится. Когда люди раз и раз вот так, просто по низам, вверху оставили. Сильная поклевка, еще подсечка. Что принес? Кто-то скажет, допустим, нет. Я говорю, да. А лучше такую катушку, поклевку, я не знаю. И сама вытащить, и все. Так, жиг там использовать. Ну, мне жалко даже, хотя бы на дешевый. На троллинг жалко. Лучше взять, ну, да, один раз. Вот, купить, потратить, там, сколько сейчас, может, там, за шесть, там. Вот, я сейчас вам подойду, покажу. Хорошие фигуры. У них дорого. Ну, подождите, сейчас у нас все будет. У меня все будет. На сайте города, да, да, да. Поэтому звоните, если еще не справляю, что всегда могут. Я свой бэнд брал за семь. Ну, бюджетный бюджет. В любом случае, она не останется. А правду, я... Я взял вот это. Потому что, да, мне показалось, пожалуйста, я осенью поехал. И не чувствую вообще... Триста грамм? 150. Ачап. 2.1. Ачап жесткая. Ну, нет, нет, не Ачап. Бот. Иксбот, Ачап. Ачап, да. Иксбот, Ачап. Но она не жесткая. Только синяя, да? Синяя, Ачап. 150, 2.1. Да, 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 да. Иксбот. Иксбот. Под халками она, в основном, не знает. В принципе, можно. Иксбот считает, что... Там идеал, да. Там идеал. Там, 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 бонгоз. Там, 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 бонгоз. Да. Там, 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 бонгоз. А из кухлечения, там, 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 Иксбот. А чуйки, вот, она, конечно, ну, не идеал. То есть, группа, она, не серьезно, бюджетная. Понимаете, она не бюджетная. Если вам ее не жалко, как тут называют, там, гостевой, там, гостевая рыбалка, гостевая рыбочка, там, ну, там. Для начинающих, скажем так. Ахахахаха. Ну, честно говоря, а если хотите хорошего взять, то вот это. Тоже потрогаем? И серьезней, что ли? За катушку взяли. Тяжелая. Металлическая. Да, да, она такая тяжелая, капец. Та Юй. Да, Та Юй. Вы не видели, Серёжа, такая китайская, такая невидимая. Она тяжёлая, капец. Мы не ходили? Ой, о чём такая тяжёлая, реально? Да она тяжёлая. А где у них стенд? Или в Шилёшин? А хорошая китайская компания? Да, у меня катушки их не были. Живучие, но состояние изменяемости. Слушай, она подчеркивает. Да. А у них стенд стоит или они продают? Позвольте, пожалуйста. А у них стенд стоит. Вот, смотри. Вот, смотри, край. Вот так. Сделай плохо. Не-не, вот прям, да. Передаёт. Да. Постукиваешь, когда он в руку должен отдавать. Вот это чувствительность палки. Стенка, я сейчас скажу. Надо видосы снять про них. Пошли искать. Да, сейчас. А покажем мне сейчас. Как называется? Сдаюй. Ну да, Ваня. Сдаюй, джентай. Джентай. Дайте попробую, как вот так. Да, вот на. Сравни. Ну а чё-то тяжёлый, блядь. Он тяжёлый. Он даже не видит ничего. Лакос, но это бюджетная. Вот так я полк выбираю. Вот так поменяемся. Я тебе предлагал, ты мне не послушал. Катушка. Катушка. Я поменьше взял. Это 30-е, 20-е. Катушка. Ну это то, что у нас как раз сравнение было в группе между Magda Pro и Lancer. Вот это до конца не откручивайте, потому что можно потерять, а она выходит. Это регулируется просто. Вот у нас сейчас фрикцион мы затянем. Мы оставили его. Фрикцион, кстати, надо в расставленном состоянии хранить. Я вот тоже всем говорил. Всё нормально держит. А это сброс. Катушка? Там же? Да, там же. А это мы регулируем сброс. Ну, шнур его сбрасываем. Осевой тормоз так называем. Это когда шнур не раскручивается? Да, да, да. Не перебегаем. Я думаю, что сброс идёт, чтобы он не сбрасывает. Чуть-чуть его там подтормаживает, просто чтобы она свободно сходила, но при этом не перебегала. Ну, можно так, конечно, по месту немножко можно осварить. Особенно мне не нравится. Лёвки получаются. Сколько нас служат, я не знаю. Вопрос. А у этой компании стенд стоит, да? Где украйские? А где они стоят? В крайнем ряду, вот туда, Генн, вот где раньше. Ну, из бюджетного, конечно. Китайцы. Лёвки получаются. Тяжёлая она. Тяжёлая вообще. А я бам. Как будто металлическая. Ну, поэтому, может быть, и стоит там она. Что-то вот эту. А модель как? Давайте. Там и 2.1 есть в них, и больше есть. Там и 2.1, и 24. Давай вот так. Да будет трофей. Спасибо. О, камбэк. А подарки взяли? Да, мы с вами заходили. А подарки взяли? Спасибо. Ну, просто оставимся. Спасибо за свои деньги. Все, ребята, удачи. Татьяна, что это такое? Это кормоз кормоз. Точно кормоз кормоз? Да, вот так разнимается, открывается и репут. А еще раз можно? Все. Всю жизнь бы на это смотрел. Как бы как-то другую, прям скучно, скучно. Ты не услышишь по ней. А с Агловской по кончику можешь увидеть. Но это, если вам честно, не отличишь. Я по кончику. Я еду вообще даже. Я даже на кончике смотрю. Веришь, нет. Я по ключу чувствую. А хотя у меня, да, три. А вот здесь я вчера показывал палку до 700 грамм. 700 граммовая палка. Да, мы показывали. Я запустил видео вчера. 200-700. 200-700 граммов. Нет, вчера мы здесь показывали. Ты на него смотришь, он даже не скажешь, во-первых, что это 700 граммовая палка. А во-вторых, когда показываешь, да, 700 граммовая палка. Она точно такая... Смотрите ваши каналы. Она такая точно не нужна. Хотя, смотри, я прямо у нас, то есть, 700 граммовая палка. И чуйка. А теперь возьми её руку и звучи. Попробуй. Поэтому тут даже не в тесте делал, а именно передача самого спиннинга. План. Ну я сейчас себе тоже блок-полоски взял. Какой? Понишен. Понишен какой-то. Что англичане накидываете? Да я их просмотрел, там посмотрел, и в магазине их нет, и посмотрел эти форслайны и так далее. Форслайны вообще отличные палки. Мне тоже не понравились. Не знаю, что ты сказал. Ребята, привозили. А там лучше как-то, конечно. Пробежатся, потому что тролинговые палки. Нет, они серьезно. Они жерковые, да, билкерные палки. Потому что у нас не тот троллинг. Ну понятно, троллинг это тот, который на катера наставили и пошли. Ну или даже в руке держат, троллинг проходил там, и вот он троллингует. И вот я тоже скинул в руке. Ну да. Ты работаешь стаканом. Да. В одной руке граненый. По сути, да. И все. Он ждет, когда у него там попьет. Ну тогда он повеснет. То есть он у него повис, он его подсекает еще раз. Это уже лучше стать джигом. Интересно, когда я понял, вот эту сущность какую-то. Блин, ну просто я даже в маффике. Когда разобрался, я думаю, что ж такое-то. У меня... Как ты меня объяснил. Ну понятно. Ну вот, как вот все. Судар сказал, ну да. Судар ударил там. Судар ударил там. В принципе, даже поклевки чувствуются уже. Когда суда придет. В принципе, уже различаешь. И вот эти микки тоже. Ну так-то оно есть, да. Помнишь по осени. Илюш, у меня поклевка была. А что сидишь? Сереже тоже интересно ездить. Сережа подсекает на судах. Но сейчас уже по-другому. Это с утра я так подсекаю. У меня истралы так подсекают. Сейчас сплю еще. Я не могу в 4 утра вставать, но я это перебор. В приманку, что ли, играет? Я вот могу вставать только на рыбалке. Больше не курать. Ну я все равно сплю. Я что-то до 8 еще сплю. Это... Я вот в прошлом году, ну как, в ластрика не был. О чем блесеньки? Ну 50. Ладно, ребят, не буду больше нас отвлекать. Спасибо большое за подарки, за ваш канал. Прям душевно, на самом деле, очень душевно. Приятно. Лайкайте, пишите комментарии. Потом просто спираю. Пишу, пишу, пишу. И вот пишем. Вот. Серьезно, ребят. Вот здесь, вот здесь, вот он втюхивает все это. Пойду я туда зайду, да. Тут вообще самые вкусные разберут. Да, сегодня ажиотаж. Ну, в Германии. Уделище производится в Германии. На план гарантия 10 лет. Фурнитура и кольца за 2 года. У каждого уделища есть паспорт. Регистрируйте. Если это гарантийный случай, сплатный беж. В любой части. Если не гарантийный случай, то это получается флаг. Значит, мы сейчас на стенде Карп Лидер. И случайно наткнулись название. Интересно, Карп Лидер, да? Думаешь, вроде бы, к Карпу мы должны быть какие-то снастью нашли. Здесь приманки интересные. Мегапассы типа 300-ые, да? Там бандосы у них также здесь присутствуют. Вот. И мы наткнулись на палочку. К сожалению, мы вчера ее не смогли... Ну, мы не видели ее. Поэтому мы ее не вставили в обзор. Палочка от Sportex. Модель Neptune. Если вы правильно поняли, да? Вот здесь призубец Neptune. Эта палочка сделана в Германии. Производитель, соответственно, немцы. Палочка сделана в Германии. Палочка, кстати, я что-то не могу понять. Она лицая, Сережа, нет? Ммм! А, нет, подожди, ручка снимается. Ага, полуторачастник. Прям такой суровый полуторачастник. Да. Причем, да, чисто, ручка снимается. Вот. Заход, кстати, довольно-таки приличный. И бланк довольно-таки толстый. Кольца силовые стоят. Про гарантию вы уже услышали. Качество довольно-таки неплохое. Ну, что это неплохое? Хорошее качество по чуйке. Скажем, ну, не, конечно, если, допустим, по десятибалльной шкале, где-нибудь, наверное, 8-9 долларов, 8. Вот. Построй удилища. Ну, даже стендер. Ну, даже стендер. Шевелится, да. То есть, вот, под халками он загнется где-то вот так. Это неудобно. Тоже, как вариант, в принципе, палочка подходит для нашего вида ловли. Вот. Под бандосы точно. Возможно, я думаю, и агрессора она потащит. Так вот. Сто двадцать пятый точно. Ценник у нее, правда, уже там, по-моему, если мы правильно понимаем, десять семьсот шестьдесят. Мы сейчас еще у менеджера спросим. Можно вас на секундочку? У нее десять семьсот шестьдесят, да? Еще раз? А вот... Ценник данной палочки десять шестьдесят. Конечно, кусается, но качество... Германия. Идем дальше. Одна сбалансированная, другая такая, чисто троллинговая. Ценник... Вот, да. Я не помню точку сейчас, я могу сказать. Это модель точно, вот именно вот эта коробка левая. Левая, вторая, бис. Левая тоже в один раз. Бис, да. Это вот большая линейка, разные скорости, разные емкости. Правая и левая. Вот именно вот эта. А, ну да, это шестерка, 21 шестерка, 21 600. Это 600, да? Да, шестой размер, пятый потешевле. А пятый, насколько меньше? Ну, чуть меньше. Вот пятый. А, ну слушай, вот эта, наверное, тоже пойдет. По нагрузке, можно коробочка от нее? Ну, конечно. А в цене сильно отличается? Тысяча рублей. Вот эта от 20. Но она поудобнее в руки лежит. Чуть-чуть, а поуже, да? Ну, со спиннингом будет пофигу, тут тоже ляжет. И у нее так же идет двойная рукоятка? Да, две ручки. Это уже пятерка, да? Да, две ручки. Короткая – это несбалансированная трейлинговая, а длинная – это с дополнительным грузиком, чтобы если в заброс тоже ловить. И маску циток-то не ловить. Обязательно, конечно. Тоже 12 килограмм. 4,9 передатка, да? Вес у нее поменьше. Хорошая вещь, но дорогая. Кто себя любит, обязательно возьмет. Вы tissueed. Удачи! У вас есть хорошееef. Удачи! Субтитры создавал Миря. Субтитры создавал Миря. Подробнее тренировки. Субтитры создавал Миря. Субтитры создавал Миря. Субтитры создавал Миря. Телете, Марии. Предприниматель. Диппер 5ТХ. Вот я дипперами еще не пойму, Диппер 5ТХ. По половину в этой группе описывают себя. А у них какое за бутылок? Четыре, ну, можно, в принципе, с трех метров начинать, три, с половиной, четыре, а вот синий вес, да? Ну, два? Три ветра. До шестой? Ну, если ловить все подряд, то, да. Я люблю 70-20 лет. А что вы получите? Оно мы и не пробуем. Да? Такой аксессер. Молодец, все и шел. Я не знаю, вот это просто многие хвалят. Я на него, ну, не мой любимый. Это нормально, это нормально, это нормально. Я не ловил, которые быстрее в руки. Ну, вот, допустим, если вот эти два выбора-то понравились, просто по серебру, то, наверное, да. Но лучше взять 0,20. Это 1,20. Ну, здесь два шпишка. Есть фигиат. Это вот черная, да, это просто на руках, где-то просто на руках. Они, да-да-да, они, видно, просто провансируют. Вот это как бы, да. Я хочу взять попробовать вот этот рассвет. Да, я думаю, что он будет не то, что думаю, я даже уверен, что он будет. То есть, вы скажете, верно? Щука. Щука. Сменная лопата там, по-моему, есть до трех метров, а этот, по-моему, он может быть. Наверное, да. Я думаю, что это щучий вариант, да. Хотя... У меня большие есть, а у вас такого размера нет? Я накалку на родную, мы ловили судаками такого размера. Но вот именно у Келновских, я судака не смог поймать на пощуке. На пощуке это с маленькой лопатой, по косе там идешь, она прямо Глубина там два с половиной. Нормальный, да? Да. А синий ты взял? Нет, что сильнее не взял. Вот смотри, короче. 224-й. Да. Мы тут тоже сидим. Вот. 50-й. Ты не подскажешь, может быть, по колечкам, по тренечкам? Какие вот колечки-тренечки лучше взять? Колечки на бандосы ставлю, по-моему, пятый номер или 5-й. Здесь они есть? Здесь они есть? Да, да, да. Хороший цвет. Он говорит новый. Вот у меня такого нет. Это от того года цвет. Классный. Я такой тоже первый раз вижу. Голова желтая. Он немножко может поярче кажется. Он зеленоватый, мне кажется. Нет, зеленоватый вот, да? Зеленоватый, знаешь, как будет. В этом году. Есть две серии. По-моему, должен будет. Рабочий, да. И вот этот, да, офиген новый. Вот он. Голубоватый, зеленоватый? Нет, это, по-моему, я по осени работал. Я не знаю, в прошлом году у нас все голубые цвета отработали. Да, в прошлом году зеленый, вот хорошо работал голубой. Вот этот по осени хорошо. Белый хорошо работает. Ну, у вас рабочий, значит. Всё, это я. Давай, расчиняйся и побоится. Такой есть, если по милику, то ты спросил на милику, вот этот беспроигрышный вариант. Если брать по бомбе, то он 600, а он стоит, а этот, я не знаю, в 50-м 300. По милику тоже интересно пройтись, когда он будет в ней не берет. По течению он уйдет где-то до 6-7, в течении 4,5-4. Нормально, нормально. Вот белый берег. Эти нормальные должны быть рабочие. По весу покажи. Да-да, синий вот этот, кстати, тоже офигенный. А не пробовал вот эти, блин? Ну, бросались. Это у нас Суёки? Суёки. Меньший размер, вот этот, как вам, гибгадс, да? Меньший размер. Цвет вообще шикарный. Но меньший размер у меня не... Ну, у меня он всего один, его подарили. Я не упирался в него. Возможно, мы с ними будем работать, тестировать, посмотрим, как мы с ребятами договоримся. Я вот тоже их взял. Ну, напишут и расскажут. У них там, по-моему, то, что я пока игру, тоже по наслышку две или три модели. Здесь есть гибгадс. Есть гибгадс. Да, в тракте. Вот. И ещё не будет. Две модели, которые я бы хотел бы с вами поработать. Сейчас, единственное, что раньше вот бандосов, сейчас я не знаю, по золотым колечкам. По золотым колечкам у нас здесь. Сейчас я уже ничего не гняю вообще. Золотые колечки. А, подарок. Я говорю, пять минут не дотягаете, а сна ехать нужно. Ну, 4,6 – это значит, 4 повороти течения, 6 – 0,4. Тогда вот, по золотым колечкам, по золотым колечкам, по золотым колечкам, зелёным колечкам. Алик. Алик. Сколько лобблера стоит? Вот, первый. Сколько лобблера стоит? Сколько? Сколько лобблера стоит? Сколько. Он всё и делал, что он цепанул ему в пасть. Да. Я говорю, в пасть. Ну, как? Созанная в пасть, не будет? Я говорю, в пасть. Это просто такой узлок. Может быть он вдруг лобблера, я не знаю, но надо сами его… Он с того, кто не питается. Он может догнать его текста на гору. Может быть он вдруг лобблера, может просто перебатил что-то. Не передать, а... Вы его доставили. Вам и Клянуш вот сидите. Верю тогда, конечно. Повторы нибудь сделают. У них же есть партия 100 рублей. Убедло, что постоянно смотрят. Но, конечно. Давай, все хорошие. Да, надо было как-нибудь там расширить. Максим уйдет. В зависимости от течения. Это подмарадён. Потом 21. Потом 21 в свое время сделали реплики подмарс. Здесь немножко изменили. Что? На разные земли. На разные земли. Я вам формирую. Мародёры хорошо ученые. Мародёры хорошо ученые. Фонтоновские мародёры. Большие, которые... Большие мародёры божественные родители. Которые подделки подделки. Если в зоне индейский, если мы нашли место с граммом, то это все максимально. А как его купить? Мы тоже будем. Они сейчас очень много. Купить... Олег, вот купить хотят. Пожалуйста. А как вы тоже купите? Угу. Мелочки. Я вам желаю удачи. Если вопросы еще остались... Ну, так, глобально. Хорошего лова. Заходите. А подачку взяли, нет? А? Войдите к девушке, пожалуйста. А я рассказывал, что у меня есть видео, сколько стоит поездка. Да. В машине я еду. Скучно. Меня Сергей сломал. Вот. Приблизительно, ну как могу сказать, в проживании... Не скормешь, что? Не знаете, что я имею? Ни что-нибудь, вот в детали немедленно. В короводку. Натаскали. В рыбу. Которую? Что если делать? В морозивку? Еди, морозивку. Сейчас, допускаю. А? Назадок и везет с собой. Без дорога дальняя. Ворожную рыбу. В термокомпейнерах, в промо-ящиках. Или можно, допустим, простую даже картонную коробку обмотать одеялом, батом, вербюжем, там, кубком. Ну, мы обычно вообще фольга, Ну, сто процентов в этом году вы уже напланировали. В этом году, наверное, уже тоже запланировали. У нас? Да, у нас порядка пяти-шести поездок. Ну, вы рассказывайте. Я стараюсь делиться, места я не открываю, но по видео их и так, кто ездит, они все равно понимают. Ну, вон, все дома. Я приветствую. Андрей. А, сейчас, извини. Лен, Лен. Андрей. Твой подписчик. Может быть, помню. Андрей и Грассов. Знакомые. Там я пару комментариев. Пишите больше, пишите чаще. Буду помнить больше. Вы едете в апреле, 10-го, да? Да. А 1-го числа, если человек никто не собирается, он пораньше поедет. Просто у меня, я такой народ пытаюсь собрать. Но, к сожалению, это не очень. 1-го не знаю, там надо в группе написать. Проще в группе, я думаю, подписаться. Я написал в группе, в принципе. Ну, как бы я отдельное объявление не давал, а там в качестве комментария одного написать. Не, в ленте просто напишите. Ребята, там если кто, если есть желание, там на Ахту был 1-го числа. У нас тема есть отдельно созданная, только оперируется. А, да, только оперируется. Ну, там я говорю, я туда лично особо не захожу в эти темы. Потому что они не нужны. Проще в ленте. В ленте, да, это нормально, не удалится ничего. Ну, если я думаю, что кто-то захочет, то напишем, да. А вы вот так, ну, не на 10, как правило. 10-14 дней, ну, так вот, да. Потому что, как правило, там, ну, дня 3-4 можно попасть там на поиски рыбы. То есть, если попал во время, допустим, какого, ну, капризного ношения судака. Просто я вот на этой базе наливать не был когда-то. То есть, я вот узнал ее чисто. Бюджетная, бюджетная, обыкновенная. Да, да. Я, ну, я практически напротив Параболе, даже ближе к Сосеколе. А вот такая база есть. Успех, ну, известный. Да, да, да. А я чуть рядом с ней, там, автобаза, может, тоже, да. Они прямо в Бугольце. Да, да, да. Вот я туда обычно еду. Там хорошие места на Аполдониловске и на Луге. Да, 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 да. Там чисто Даниловка на Лугу, по правой стороне. Там по троллингу, двумя успехи там тоже хорошие. Там шикарная база. Там намного лучше, чем я бы сказал. Вот я, вот я хотел узнать, какие там, там, места-то много, на правой стороне, именно если ехать на Лугу. Там ловить или по троллингу? Нет, именно ловить. Витком бывает сюда ловить. Джиговые точки, допустим, небольшая джиговая точка, там есть несколько участников. Сколько у вас участников? Я называю автоприкадные ямы. 60, где-то. Если там, вот, мы насчитали 45 годов по преликам. А-а-а. Малые. Малые. Нормальные. Если... В Самове ямы, там, тоже, наверное, забиты патроллинги. Вот, если... Забиты, то есть, и троллингистами, и джигитами, и этими... А вот если вот 1 апреля поехать там, как, еще рановато, или все-таки уже нормально будет? Потому что я знаю, что, как в холодной воде, она не особо по троллингу. Нормально. Почему? Рыбы не... Судак, он же... Троллингом можно в холодной воде или нет? А почему нет? Давайте, скажем так, об этом джиговать можно в холодной воде? Ну, вот джип-то он как-то более активный. С чем? Не знаю почему. А я тоже не знаю, в принципе... Все-таки там игра другая, мне кажется, совсем нет. Ты троллингом тупо едешь, у тебя... А, вот, тупо едешь. Если тупо едешь, наверное, да. А мне надо тупо ездить. Ну, я смотрел твои ролики, практически все, наверное, пересмотрел. Мы сдаем игру приманки длиной отпуска. Подыгрываем ей искусственно. То есть сдаем... Осенью прям ярко было видно. Да. Не только осенью. Лето мы так просто работали. Не, а также я ищу до тебя, кстати, такую же тему. То, что подыгрывать во время ее движения надо. Если уже совсем тупо, то здесь что-то начинаешь придумывать. Во-первых, короче, ну, я считаю так, что, допустим, кто-то может не согласиться или нет. Нет такого... Ну, кроме зимы, наверное, в уходе, когда она совсем там ела, такую же чем. Осенью должна быть очень много перед зимой, да. Вот. И я считаю, что она кормится всегда. Вот. Только в определенное место, в определенное место. А ты можешь, в конце концов, найти место, найти время, выходы? А, хотя там, я так понимаю, какие-то связи есть, налаженные, да, на этой базе? Вот. По погоде там они могут скинуть. А я периодически сбрасываю в группу, чтобы поднимать там, да, и стоит туда. Может, там еще лед в лед будет идти там. А я в группу обязательно скидываю. Сейчас вот, вроде бы, немного тронулось. Там уже плюс четыре. Сейчас, не знаю, в высочный момент. Там затор небольшой был, вот, по последнему виду. Ну, во-первых, лед там даже напротив Левады, он там не замерзал всю зиму. А, так. А ты, вроде, скинул фотки и смотрел, там, вроде, лед бывали. А это они чуть выше. А, повыше? Да. Ну, буквально чуть-чуть. То есть, поднимались они. Там лед нормальный. А здесь идет просто пластерина. Друба, так называемая. Вот. И вот это фарватер. То есть, получается остров. Делят арку по таламу, получается пустое место. Вот. Здесь у них почти никогда не замерзали. Вот. И сейчас вот у них, вроде бы, это все начинает отрываться. Вот. И вот такие выходы. Ну, что... Ну, не знаю, как к первому апреля. Значит, то и хозяева базы говорят так, что порой вообще в конце марта можно отстреляться. То есть, так и так просто... Ну, вот мы собираемся где-то часа 30. Можно попасть. Может быть, что будет длёст дать. Ну, с берега можно всегда. Ну, тём может. И слой. Вообще, если ловить беспроигрышный реал, это надо искать 3,5-4-5 метров. Но я всё начинаю с 8-7 метров, потому что я хочу поймать трафик. Ну, понятно. Да, да. Но если там я уже устал с такими подключениями, его там нет. Да, я тогда уже... Ну, выходишь на трёшку, там что-то просто поймают. А в июне 20-го, да? Вот после открытия. Там будет мошка, там будет свет, там будет пуплететь. Своеобразная рыбалка. Но мне нравится, чтобы народ это не было. Ну, от мошки вы когда слышали? Масководители. Да, от мошки. Надо уже затариться этим маслом. Только оно поджигает немножко. Я так понял, что её надо разбавлять, да. Я не разбавлял. Ну, вот даже вот на шапку, на одежду, на лицо. Но лицо щиплет, да. Особенно в таких местах, как нос там. Где-то более нежно. А так, конечно, бас на гвозди к первому. А в августе не собираетесь? В августе я 100%, наверное, недели на 30. Возможно. Если всё получится, график у меня будет. Я думаю, что если нормально, всё будет, всё будет лучше. Будем, да. В августе. Хотя в августе я сходил тоже, что зовут. Ну, посмотрим, как не знаю. В августе тоже в Карелии зовут. Там, на каких-то тайных озёрах. На Ташку. Блуд в Карелии. Там в Карелии всё тайное. Ближе к Финляндии. Туда, где уже на болотоходах заезжаем. Я люблю такие. Но боюсь их. Астка. Астка всё-таки она это. Как бы понадёжнее. В Карелии туда выйдешь, потом обратно не выйдешь. Всё, ясно. Ну, ладно, спасибо. Возьмите. Для тролля. Семьсот грамм. Если скажу. Пойдём. Я бы упал сюда. Семьсот грамм. Палочка. Семьсот грамм. Понимаешь? Возьмите. Возьмите. Аккуратно. Потому что там. Ну, коснись. Это семьсот грамм. Ну, как говорится? Таких ты чётчего. До этого нужна такая жёсткая палочка, чтобы просечь его. Семьсот. Внимание. Толбовый пузырь. У вас просят зайти в оканную переборку. Комнат на ночь в стол. Звучит все. Ну, он согнутся у меня. Толбовый пузырь. Всё. Он попал. Погнал. Не будь играть. Погнал. Не в целом. Не в целом. Каждый пичочек у меня будет. Ну да, потому что он дарит. А тест семьсот грамм. Семьсот. Но всё равно небольшой арт. Нормально. Я говорю не по тесту надо выбирать. Надо выбирать не по тесту. Надо выбирать по струнам. Смотрим её. Палочку берём. Смотрим. Есть такого плана. Палка за 180 грамм. Берёшь 180 граммовую палку. Вот такая же. Вот крокодил. Сколько там тестов? Есть. Хочешь? Есть. 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 Добро пожаловать на наш канал! А, ну и еще на сайте у Трофи Фишинга есть с окошек, где-то мое размещение. Пока у них ничего нет. А так из этих двух бастов, кто бы еще советовать? Значит, Леват находится прямо на берегу реки. Прямо на берегу. То есть, в принципе, по сути, вот сейчас они строят двухэтажный дом, из второго этажа. Да, открываешь окно, и там видно прямо речку. Гремучий стоит за лесопосадкой. И идти до берега... 400, да, больше 400. Да, более приличный, короче, чапок. Если, короче, что-то идешь, вещи, допустим, сегодня делал. Собираешь, два чамазана там, у меня там работают. У меня уже за вторую ходку делать уже не хочется. То есть, далеко идти. Ну, а там, соответственно, да, у... Значит, самый шикарный берег вообще на этом побережье, когда ездят, это лес и рыба. Бывшая, значит, аква, лес и рыба. Там шикарнейшие береги. Но постоянно база забита. Там тоже до домика, хоть и далеко, в палатках жить шикарно. Но, когда, допустим, двум балетанствовали в августе, да, там плюнуть некуда было просто. То есть, они даже стояли... Не то, что вот так ряды стояли, потом еще в лесу там ряды. Они даже на берегу, там что-то ставили, да, какие-то там домики на колесах. Даже... То есть, как это, три полосы, три линии. Три линии. Три линии стояли. Вот. То есть, очень пользуется. Кремучем столько народу нет. Там берег тоже есть более-менее нормальный, но его кусочек очень маленький. Наливатель. Сильнее течение. Каменистый берег или глиняный берег. Песчаного очень мало. И купаться только на другой стороне нет. Но купаться можно, мы купаемся здесь. Но зато идти никуда не надо, прямо вот целый берег. Да, прямо сделал там какие-то там... Пятнадцать шагов. А чего тут базы есть, с удачи места тоже вы считали? Да. Слышал. Много чего кричал. Рыбокрас слышал, хвалит. С удачи места хвалят. И много базов хвалят. Они рядышком все находятся. Ну, относительно. Да. И песчаный берег тоже там. Селитринная база. Селитрон там. Подумали сделать тоже канал с топом дивером. Это юмор, конечно. Нормальный человек. Мы на Германы пересели, грубо говоря. Я вот сейчас после вас. Потому что ловились там халками, топалами. И пересели на Германы, да. Я сам вообще, но я только очкинаю. Вот. Просто грусты, джуна и качество. Это хороший адрес. Разловили почти все упыта, которые ловили. Мы на пойме, да. Сломал спиннинг. А вы на пойме были? Да. И тоже спиннинг сломали? Я сломал. А мы там сломали тоже интерцепы. Да, да. Там такое течение, блин, с этим отцепом. Мы начали так отцепного отцепить. Закинуть тоже отцепы. Травовой отцеп. Весь с рукой почти. Да, да, да. У лодки отцепного течения вообще неимоверно. На пойме мы... Ну, я говорю, там же дорога очень сложная. Ну, а если дождь? Ну, а если дождь? Если дождь, ты въедешься. Вот. Я ездил 20, то есть мое куча идет. И мы щеманулись. Короче, мы там пробыли за полтора дня. Понятно. Спасибо вам большое. Да, не я за что-то. Отремально, если вы скажете там, они сейчас есть на русике по 250. Ну, если да. Ну, видишь, уже суток пошли. Люди приходят, говорят, скидки не дают. Дают скидки. Ателье. Годовое слово ателье. Да, кто играет? Бесчастливый. Вот. Ну, вот сейчас вроде бы поговорился. Ладно, ладно. И подарки там. Возьмите обязательно силикон. Реально вводят. То есть я на них говорила. Время не зря будет потрачено. Ну, я думаю, что весь силикон рабочий, знаете. Нерабочего нету. Ну, да, я больше патролю. Нет. Любите. Ну, я думаю, два, наверное. Надо ничего делать. Ну, так, не надо. Нет, надо попросать. А где ищуку пока нет. Нет, нет. И я вот хотел еще спросить. Вы в основном ловите судака? Любите ловите? Да. Мне именно интересно. Интересно? А почему? Ну, щука жарна более агрессивна, более активна. Ее интереснее уваживать. Ну, давай начнем с того, что щуку поймать проще. Ну, согласен. В том году там, в основном, одни щука висит. Я про судака такой думаю. Ну, как судак висит? Ну, по крайней мере, сколько я ловил, вот именно, вот судаков висит. Они раз-два дернулся, потом начинают повисать. Вот смотри, когда ты раз-два дернулась, раз-два дернулась, он у тебя уже висит. Да. А попилка, она вот такая. Все. Ты не согласен. Я сначала думал за С, потом веду, веду. Нет. Ты идешь, короче, и раз по камушкам. Ты думаешь, по камушкам. Ну, когда не постоянно, когда по камушкам. Ну, бывает, допустим, даже с интервалом, скажем, секунд 10, на раз висит ухрану. Ну, возможно, это не он. Не знаю. Выпеждать не будут. Я наряду смотрел. Но, следом, допустим, секунд через 10 следует еще. И вдвоем сидим, у одного стук, у второго стук. Ну, у одного, может, повисит. Вот. Ну, трофейного судака 80% я поймал именно нас. Все. Как ножи? У нас сначала, наверное, тяжело их просечь. Поэтому, наверное. Если поймешь, что ты все делаешь, будешь в 3-4 раза больше. И крупнее. И крупнее. И крупнее. Чуть-чуть запоздала подсечка. Да. Сильные удары. Все равно есть возможность его поймать. Нет. Бывает, если крупняк повисит, просто вытонул. Вот. И, конечно, будет сильный как бы. Ну, это не будет удар. У тебя будет, да, такой провис. Как бы ударно бывает, да? А щелчки? Щелчки. То есть, не знаю, что с ним делать. Не богу не знаю. Это когда ты сама ложишь на кого-то. Что он с ним делать? Ну, как бы, сложил и съел. Слышь терапам насадет. Там пипец крючок. Ну, нельзя обойти ты его. Ну, да, да. Он раз, там, что-то клюнул. Два клюнув промазал. Три клюнув. Ну, таспус там нет ничего. Ну, как-то его... Ну, причем он... Причем он... Он его снимает. С такой пачкой. И здесь то же самое. Вот, что там делает судак, я струдняю сказать. Спортсмену то же самое не скажет. Он прижимает, он там давит. Что он там угодно делает с ним. Не знаю. С приманкой с тем же сам Волгаром. Хотя, многих я пытаюсь, у кого-то переубить, у кого-то нет. Ну, на троллинг он повисит. Такую приманку он не будет. Почему не будет? Почему он будет скучать? Он будет... Почему-то в него вот так тыкаться. А в бой Воблер нет. Наверняка, наверное, даже в большой Воблер ему проще тыкнуться носом, чем, допустим, правильно? Чем в джигаловку. Но он в джигаловку прикинь попадает. Не селегон. А в джигаловку? Ты прикинь еще какая-то? И здесь такая же стигня. Вот у тебя Воблер в халсту бьет, но естественно у тебя не сядет. Он разворачивается и уходит. У тебя есть какие-то, я сказал, неправильно. Две секунды. Неправильно это сказал мне, Сережа, повторил. Доля секунды. Доли секунды. Дюкнем и все. Прямо вот просто и подбросом. Вот просто чуть-чуть засоветовался, ты уже не секаешь, уже его нету специально. Нету. То есть лучше потечь, пусть он будет пустой, да? Да, да. И не потечь, пусть он будет пустой, да? Почему не потечь, пусть он будет пустой, да? Когда вот, допустим, начинаешь объяснять. Они говорят, посиди ты дергай, фиксуй. Начинаю еще, да. Ты одного поймаешь, все, уже понимаешь. Второго поймаешь. Я раньше так же начинал. Я говорю, я почему к этому так пришел? Я же на самом деле, наверное, один из первых. Хотя многие говорят, я тоже спиннинг держу в руке. Ты держишь его как в стакане и все. Ты ждешь, когда он повиснет. Спиннинг загнулся, да. Пошли сматывался. Вот Сережа, да, вот, когда мы с ним познакомились. Живой пример. Он тоже ладил спиннингом в руке, но он ладил другом. Другим спиннингом? Другим спиннингом. Абсолютно. Хотя он позиционирующий тролли. У меня все передается, я с ним срастаюсь. Но уже его не ловили. На это я сейчас и буду ловить. Будете. Вот так вот паниши, фурслайны. Фурслайн, кажется, дубиной. Говорят, Илья, зачем ты такая дубина? Ну дубина, он на вид, он дубина. Но он звонкая дубина. Все, это джерковые палки. Джерковые палки, они звонкие. А я сейчас его уберу, он мне, знаешь, что говорит? Ну как, я не могу понять, зачем тебе троллик эту палку? Ну как, ну на троллинг могу ловить. Ну это же пикерная палка. Троллинг вот стоит. Я говорю, это не мой троллинг. Стаканный троллинг, да, это ребята. В чем другое? Да, они будут сгенаться, они будут там, они не сломаются. Я поэтому вчера, когда ходил палки смотрел, я боялся спрашивать, покажите мне троллинговые палки. Да, несут вот эти вот, знаешь, какие-то... Несут черти что. Ну, вернее, как, не черти что. Не наши. Ну или морские, или просто такие дубины, которые вот они ватные. Которые вяжут, она будет тебе вязать. Ну, в принципе, они выпустили, наверное, хорошая палка. Я не знаю, на бюджет, наверное, хорошая палка. Но она не мой вариант, это стаканный троллинг. Ну, а люди уже ее разловили где-то... Тро-хищник? Хищник, да. Тро-хищник. Вот. Но она для стаканного троллинга. Она где-то, да, она будет отстагнется, будет вот прямо вот играть. Она отыграет. Да, вязать его будет, пока ты его, а вот он сидит. Мне так неинтересно. Совершенно верно, чувствует же ее. Поэтому ты его спросил, почему ты любишь ловить сутоками. Во-первых, у меня суток есть, а там там, который мне интереснее ловить. Мне интересно вот его оперетить. Интересно его поймать. То есть, понять. Выследить. Найти 10 минут в день. 10, там, да, ну, час, скажем, 40 минут. Мы в октябре ездили, вот реально, понимаешь, мы приехали, ну, по сути, там, ну, сам ловил. Ну, опять же, как бы у них были, там, вот удачные поездки, а вообще неудачные. То бахнуло, то мимо. Да. Мы с Серегой начали выискать. Мы нашли его в одном месте, пока, в одном месте его нашли. И выход был час, ну, 40-45 минут, в одном месте. И трофей мы стояли. Вот что-то непонятно. Место до этого мы проходили, а по-моему, нулевое было. Вот он туда пришел, ходил, может он проходной был, не знаю, вот там задержался. Но мы... Вот именно это нашли. Да, именно это все. И он потом, бац, как отрубал. Потом уже ловился, как обычно, как везде, и обычно сюда. То же самое, допустим, это было утром, да, это было ранним утром, рано утром. А также бывает и днем, в час дня. Вот выход в час дня, в три часа дня. В три часа дня. В три часа дня. Кто-то дома там уже сидит, там водка, вот, потому что, а ты в час, в три часа по самой жаре, по самому сердцу, будешь, как это, сюда. Да. Обычно, да. Потому что сядут на обеде, да, все едут на отдыхе. Да, да. Что это такое под вечером? В последнее время, почему-то, я не знаю, вечерами снова, раньше на Зурке, хорошо, да, когда сверкается уже. Сейчас я задерживаю. Задерживаю. Но, опять же, не показательно. Потому что, вот, ты сегодня прилетаешь, может быть, и по тому месту проходишь. Он может, он все, я не верю тому, что он перестал вечером кормить. У него есть свои биологические часы. Он здесь, может быть, не ходит, с какой-то причиной, в зале. Значит, мы над этим местом. Мы нашли с ним на всей речке, как бы, там, пролазли, ну, раз, на котором, что его там перерезалось. Понятно. Там нет ничего. Или здесь? Никакой аномалии, как люди спортсмены говорят, там ничего нет. 5 метров лево-право не берет, правильно? Да. Совершенно верно. 5 метров лево-право. Даже меньше. С одного борта ты сбросил. Будет брать? Причем, бровки нету. Когда, допустим, мы в июне ловили с Андреем, там понятно было. Я иду по береговой, прям первая береговая бровка. Вот я ловлю. Он идет, прям уже устал. И как вы меняете? Да нет. Лови уже. Только мы меняемся, или я, допустим, прям уже по мельку иду. И он по этой бровке все. И мы вдвоем начинаем. Ну, я хуже начинаю ловить, потому что я уже вылез на этот бровк. А он на террасе. Он по террасе идет, поэтому... Что такое интересное? Щука, она кинет железнятку. Она теперь повисит. Да-да. Принковать щуку можно и... А сама с другого? Ну, она не приходилась, не приходилась. С тестем квоколи разокнуть, это как-то неудачно. Не, ну, а воблеры очень часто, это, там, мы не представляем. Нет, ну, мы видим там, вот, типа, в обзорах тоже видим. И саму все, на троллим, не знаю. Ну, но я не кок, ну, не видно. Нет, на дружу, вейсер. Не без ков. А, на троллинг? Да, троллинг, но сейчас сами залетают, бывает все и так. Еще один возьмут. И пока не попадает, с того времени. Да, ну, мы же так не ловим. Ну, саму больше ков. А так, есть поддержка, где посадка. Без зарезания. Даже такой, скидет. Никуда они не снять, пускают или кто-то. Не больше, не меньше. Нет, там есть хорошие самые, там есть щуки хорошие. Пощуки там. Ой, мы как раз, ну, с самого места, на какой стороне ехать, по другую сторону, там, вот, где Камил и Ян, по-моему, да? Да, да. Там, как раз, у нас есть в группе, с этих мест, у него там отец, и он туда ездит постоянно, нахвалил. Интересно помню, кто бы звал. Все зовут, а потом... Где, кто звал, куда звал? Да. Лёва. Я уже достал какие-то победки виски. Да. Пойдем на 250. Спасибо. Удавляем, нам что-то разберутся. Обязательно. Давайте. Подарки обязательно. Халява бывает не так часто. Да. Да. И по ходу он снова можно пробирал, да? Да. Если отели по 250. Да, да. Пробежит все. И дай обратную компанию. Убалочку, там, подарки, там. И Зиров. Хороший, давай. Конечно. Сергей, профессионал. Здорово. Вместе. Даже можно взять поддельный роблер, именно в оригинальной упаковке, но подделку. Я вот называю это подделкой, да? Вот. Это рефлики. То есть, они не скрывают. Они написаны Герман. Хотите, берите. Хотите, не берите. А если вы, допустим, его упаковали бы в оригинальные, допустим, Терюбиты, и сейчас бы здесь стояли бы, допустим, ну, я бы с ним рядом стоял бы и уезжал туда. Потому что, блин, зачем вы мне в паре Терюбиты, тогда у вас Терюбиты. Я пойду и возьму Терюбиты. Ну, а что, Терюбиты тоже не звучат? Это звучит, по-моему. Они по-разному, кстати. О. 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 О.